Керимова Наталья Константиновна, белорусская, все это время приехала из России сюда к своим родственникам. Чтобы восстановить, вернее, найти помощь у президента, у властей, чтобы забрать то, что принадлежит мне, моим детям. Что это? Это салон. Салон Наташа. Сейчас этот салон называется Афродита. Где он находится? Находится раньше Шах Исмаил Хатай, 87 проспект, Гянджи, город Гянджи. Я иду в салон, подхожу, смотрю, там какой-то мужчина ходит, у нас стеклянное, все кругом стеклянное. Какой-то мужчина в дверях там, я подхожу, он мне говорит, сюда нельзя. Я говорю, а вы кто? Он мне говорит, я охранник. Я говорю, а как вы сюда попали вообще? А где Сара, моя бухгалтер? Он говорит, этот салон, это меня поставило сюда Парванас, Хануш. Месси забрагой, Мэйша. Естественно, я силой, как это, это мое здание, как это вы мне, кто такая? Я начала ей звонить. Он мне в телефон выклатил, стал сам ей звонить. Но я ворвалась в здание туда, взошла. Он ей позвонил, не прошло минут 10-15, как на трех машинах едут Парванас с какими-то людьми. Они выскочили и забежали туда в салон. Забежали в салон, Парванас на меня, мол, ну, ругаться. Все, пошла вон, я твой салон забираю, ты мне деньги не отдашь, у тебя денег нет. Все, пошла, такой был сначала разговор. Парванас начала мне говорить, что они мне руки так вот заломали, вот так вот держали мне руки, мне вот так вот лицо держали и говорит, ты подписывай документы, что ты мне продала салон. Я сказала, я ничего подписывать не буду. Она говорит, ты еще не понимаешь, с кем ты связалась. Ты подписывайся и хочешь, чтобы все было хорошо с тобой, с твоими детьми. Я сказала, я подписывать не буду. Она сказала, посидишь, подумаешь. Куда-то они вышли были, меня оставили там, у меня вот так вот, руки были вот так вот завязаны сзади. Некоторое время их не было. Я была одна в какой-то комнате, непонятной. Это комната Генжи была? Ну, это где-то в Генжи было, на окраине Генжи, да, я даже не знаю, но это Генжи было. Потому что когда они меня выпустили, они мне сказали, тебе даем срок. Прошло время, без воды, без всего я сидела, я просила воду, мне воду никто, я звала, мне никто даже не пришел, не открыл дверь. Потом открылась дверь, пришла порвана с какими-то двумя мужчинами. Один стоял так, около нее, один там чуть подальше. Она сказала, иди и думай, завтра тебе срок. Подписываешь, значит, все будет хорошо. Не подписываешь, обижайся сама на себя, ты не знаешь, что здесь, в этом городе, я хозяйка. Наняла адвокатов, которые согласились мне помочь. Рассказала свою ситуацию, то, что случилось со мной. Вот это знает весь город, вся Генжа знает, что я работала с 5 утра и до 10 до 11 вечера. У меня в день бывало по 5, по 6 невест. Я работала, не покладая рук. Я зарабатывала, я учила здесь людей. Сколько у меня учеников в Генжи. У меня даже в Тбилиси ученики были. Я для этого города много чего сделала. Я люблю Азербайджан, люблю этот народ и надеюсь, что мне помогут. Услышит меня президент, услышит меня его жена, что мне помогут вернуть мое имущество. А сейчас это имущество у кого? Сейчас она у Порваны. Она на себя его переписала. Она подделала все документы, подписи. Я даже... Есть бумаги, которые я вообще не писала. Я даже не знаю. Я ей доверенность не давала. Я ей ничего не давала. Она все подделала. Все документы поддельные. То есть я просто прошу, обращаюсь к людям, обращаюсь к президенту, обращаюсь ко всем, кто меня знает, чтобы мне поддержали, помогли мне. Чтобы мне просто вернули мою частную собственность, которая принадлежит мне, моим детям. Я 14 лет ждала и решилась приехать сюда, потому что уверена, что мне помогут и услышат. Продолжение следует...